так всех приветствую друзья сегодня мы еще параллельно с классическим форматом батла сделаем а стрим прямом эфире через instagram ждем сейчас к нам подключится один из наших старых партнер в италии кухта так виталий ты на связи да я на связи ты можешь профиль в оси и там будет на логотипе прямой эфир а есть прямой эфир нажимать да 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 моменте это на связь отлично видно и слышно я думаю то что такой формат будет очень даже неплохим тем более что у нас есть возможность в моменте в прямом эфире стриме оказывается чем интересным что мы с тобой на рынках друзья повторюсь что такой формат у нас пилотный мы светально обсуждаем техническую картину фундаментальную картину в моменте самой интересной возможности которые есть на финансовых рынках ну что ж в целом по экономическому календарю сегодняшнего дня я думаю что нужно сделать акцент на выступление очередное выступление джерома паула председателя американского регулятора в конгрессе так вот если мы ориентируемся опять же на то что будет отмечен мы разумеется ждем о соответствующей реакции для индекса американской валюты но в прошлый раз были рекомендации с моей стороны по выбору либо евро либо индекс доллара они коррелируют плане динамики между собой то есть друзья нужно было выбрать что-то конкретное для себя в данном случае я остановился на европейской валюте виталий моменте у нас с тобой есть еще возможности подключить демонстрацию экрана давайте для привычного формата это сделаем в инстаграме скорее всего видно не будет точно видно не будет поэтому нужно будет комментировать и сопровождать идеи нашими с тобой традиционными точками зрения так момент так демонстрация пошла так мы с тобой в прошлый раз останавливались на динамике европейской валюты я все-таки даже сейчас продолжаю рассматривать евро а с позиции флангового сценария потому что повторюсь здесь ставка фундаментально на более-менее понятно если мы ждем новых мер экономического стимулирования федрезерва я прям очень настраиваюсь на то что либо фрс поддерживать экономику доп стимулирование либо как я уже отмечал и как спекулянты и трейдеры ждем какого-то решения от конгресса сша республиканцев и демократов по поводу новых фискальных мер поддержки цифры разные обсуждаются это 1 триллион потенциально полтора два если говорить про тех самых демократов там вообще я помню были даже предположения что фонд помощи могут увеличить до двух с половиной триллионов конечно же очень много а почему опять же новый мир новый мир экономического стимулирования это негативные моменты для доллара потому что чем больше денег будет вливаться в экономику тем соответственно больше риск для инфляции поэтому для тех кто все-таки интересуется долгосрочными перспективами доллара я друзья вам и порекомендовал не спешить с покупками индекс американской валюты вообще в принципе ждать решения конгресс и уже смело по факту этого решения продавать но сегодня мы все-таки говорим про динамику евро доллара в моменте вот график я вижу котировки 1 16 83 я сегодня предлагаю сделку это покупки через отложку buy stop с уровня 1 17 17 на 20 все-таки хочется выжить по максимуму начала потенциального нового ралли в динамике евро доллара и а сегодня кстати буквально через некоторое время выйдет еще блок статистики по индексам производственной активности еврозоны и стран валютного блока статистика по ожиданиям будет более-менее неплохой и на фоне сейчас как ты понимаешь и знаешь рисков связанных с второй волной пандемии блок макроэкономических данных может немножко успокоить трейдеров хороших данных конечно же которые вынуждены сейчас начинают косо смотреть на перспективы европейской экономики короче у нас для евро в качестве лонгового сценария остается два фона поддержки новостных имеется это а пакет фискальных стимулов от конгресса я не знаю когда его согласует но очень рассчитываю что прям вот-вот а и а сегодня еще локальная статистика которая также может оказаться на стороне а тех кто делать ставку на покупку евро против доллара цели по евро локальный это закрепление выше 1 17 50 движение там правильной отметки 1 18 но если мы будем ходить опять же с уровня 1 17 тоже довольно такой консервативный стоп лосс на отметке 1 1660 то есть по риск реворда очень хорошая перспективная сделка и виталий еще хотел отметить сегодня мы можем взглянуть с тобой также на то что происходит с золото сейчас вот золото это хорошо котировки у нас 1 18 80 соответственно здесь сценарий точно такой же как и в плане ожиданий если у нас ставка на снижение доллара то соответственно возобновление роста я думаю то что сильно ниже этот актив вряд ли опустит потому что те же самые риски к вида это риски которые поддерживают разумеется те инструменты которые относятся к категории защитных и сделка тоже довольно простая она связана с отбоем от текущих значений золота покупка с уровня 1 18 90 и стоп лосс при этом можно поставить на минимум сегодняшнего дня это 1175 и так про кит ждем уже закрепление выше отметки 1 19 и движение в район 150 долларов за унсуль виталий ноги когда я тебе слово демонстрация уже пошла все отлично всем привет сейчас как всегда я расскажу о тех идеях которые мы обсуждали в понедельник скажу о их результатах и возможно будут новые идеи а точнее будет сопровождение старых идей которые я озвучил в понедельник итак у меня было две идеи это на рост доллара по отношению к евро доллару и австралийский доллар американский доллар точки входа я давал в шорт по евро доллару в районе 1 1860 с небольшим стоп лоссом в районе в районе один девятнадцать вопрос приблизительно 40 35 пунктов был на текущий момент мы падаем около 200 пунктов в принципе неплохое соотношение примерно 5 6 к одному на локальные цели мы уже сделали они остались в районе в районе там 1 18 1 1750 вот эти минимумы и дальше я рассчитывал что евро доллар пойдет еще ниже он в принципе так и идет евро доллар в общем я кто смотрит нашу битву аналитиков я евро доллар в начале сентября советую только продавать как мы начали в сентябре со второго сентября и только продажи 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 и наконец-то но немножко вырвались вниз конечно это небольшое движение всего там около двух фигур но в принципе с небольшим стоп лоссом можно было неплохо заработать что я могу дальше сказать по евро доллару пока сохраняю идею в шорт у евро доллару сделка без убытки я уже писал в принципе в комментариях в прошлом видео которое выложено на канале маркет что сделку можно часть зафиксировать прибыли перенести без убыток и удерживать пониже куда мы уйдем по евро вниз это время покажет я ожидал что где-то примерно в район там один пятнадцать день четырнадцать посмотрим это будет с текущих или через новые хайи так как сделка без убытки мы можем спокойно сидеть и удерживать данную сделку в шорт если нарисуется лонг идея то те идеи которые ты сегодня озвучивал на ложный пробой вот этого уровня 1.17 плюс-минус несколько пунктов если это будет ложный пробой и мы сегодня дадим хороший импульс вверх на каких-то новостях в принципе новостной фон у нас насыщен то мы будем там уже на откате где-то покупать я думаю что уже с понедельника будет более понятна ситуация по евро дальше у нас австралийский доллар аналогично продажа если я продавал где-то в районе 0.73 плюс-минус несколько пунктов со стоплосом тоже небольшим 0.7350 это получился стоплос приблизительно 30-35 пунктов и на текущий момент у нас падение тоже по евро 200 пунктов локальные цели мы взяли в районе там я ставил 0.7250 часть здесь мы зафиксировали и сейчас остальную часть мы удерживаем картинка выглядит что мы дальше по идее должны падать но если скажем техническая картина будет меняться мы будем уже закрывать шарты возможно переворачиваться в лонг по глобальному тренгу потому что у нас как евро доллар так и российский доллар у нас имеет скажем тенденцию восходящую среди срочных то есть пока у нас падение поэтому аналогично как и по евро сохраняю идею в шорт сделка без убытки говорил воррен баффет даем прибыли течь да и в принципе я могу дать комментарий по по голоду кто смотрел прошлые битвы и обзоры я советовал только продавать золото тоже аналогично весь сентябрь продавать только там начали я еще рассматривал какие-то покупки но как только мы пробили вот этот восходящий тренд который у нас длится но он уже долгосрочно два года идет но последний который здесь локально мы видим с марта текущего года четко видно как мы его пробили в районе получается где-то 4 5 сентября мы пытались его еще несколько раз побольше пойти на ртс плюс еще сверху локальная и мы в принципе неплохо здесь отбились я сидел в позициях и своим подписчикам в канале советовал только продавать ждали очень долго приблизительно более недели и наконец-то на днях пошли вниз на текущий момент что по золото шарты удерживать мы пока я думаю можем еще дальше падать цели практически достигли 1860 покупок я пока здесь не вижу потому что у нас идут такие сильные медвежьи бары и рынок показывает что дальше будет снижение если новостной фон скажем даст какой-то импульс наверх потом на коррекции мы будем же присматриваться покупкам по золоту на перехай 2000 возможно 2 500 и так далее пока вот такие рекомендации пока по данным активом я вижу только снижение если картина будет меняться скажем то будем виталий спасибо тебе большое за комментарии за твои идеи точку зрения собственно традиционно продолжаем следить за тем где рынки будут на самом деле мы с тобой всегда на связи два раза в неделю очень даем на фире я думаю что инициативу с инстаграмом с тобой продолжим неплохо в прямом эфире точно друзья у вас есть возможность не дожидаясь записи когда она появляется на нашем канале на ютюбе смотреть за актуальными торговыми рекомендациями прямо в моменте всем большое спасибо кто сегодня к нам присоединился тебе виталий также отдельная благодарность ну и до скорой встречи в данном случае уже в следующий понедельник по горячим следам того как неделя завершится хорошего тебе за 3 недели пока